добрый день мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я покажу вам как шить многоразовую маску для лица из ткани ткань подойдет ситец берите сатин любая хлопковая ткань вот эти вот маски сшиты на швейной машинке имеет вот такую форму очень удобны это две одинаковые масочки у кого нет может швейной машинки можно сшить руками маску вот эта маска сшита вручную иголкой с ниткой эта масочка тоже сшита вручную имеет другую только форму здесь вот три складочки такие а здесь вот такая складочка одна встречная здесь есть кармашек внутри сменный блок марлевый из эти маски можно стирать гладить вкладыш от внутри масочки менять сегодня покажу как шить вот такую маску она очень несложное в исполнении шьется легко быстро вот это вот маска сшита на подростка она немного поменьше размером чем для взрослого я вам покажу как сшить взрослую маску для взрослого человека размеры для подростка для ребенка я вам скажу можно сшить для всей семьи такую маску для изготовления взрослой маски для взрослого человека я беру ткань раз размером 20 на 38 складываем ее вот так пополам лицевая сторона вот это так складываем и заутюживаем вот здесь вот с краешку одну сторону заутюживаем вот так примерно полтора сантиметра так и с этой сторонке так же так видите заутюжили с одной стороны с другой теперь разворачиваем лицевая сторона сверху вот у нас серединка серединку я намечу что было видно вот ручкой с одного краешка вот так и делаю просто меточку что было видно где серединка из другой сторонке чтобы не запутаться теперь краешек вот этот серединке отгибаем просто не утюжком а вот так руками проглаживаем еще раз тоже с этой же стороны также к серединке так также вот рукой проглаживаем теперь все это разворачиваем у нас здесь наметились полоски вот три полоски у нас наметились 1 2 и 3 это серединка вот эти три полоски я карандашиком намечаю чтобы было тоже видно не ручка я карандашиком чтобы не запутаться ручкой это серединка а где карандашик это уже не серединка так делаем складочки смотрите вот первую нас полосочка намечен от края эту полоску нужно вот так подвинуть к этой полоски следующий вот так наверх еще раз покажу вот одна полосочка 1 который мы наметили ее нужно ко второй вот так вот приводили и это надо заутюжить теперь вот эту полоску третью эту назначить серединка вот это вот полосочку надо вот к этой придвинуть навстречу берем от третью полоску ко второй вот так на себя уже навстречу так этой также тюшком проходим у нас получилось вот такая складочка встречная теперь поворачиваем и с этой сторонке проделываем все также к серединке проглаживаем руками еще раз к серединке также руками я подвину поближе чтобы мне было удобно так видите также разворачиваем и намечаем тоже полоски карандашиком делаем также заутюживаем первую намеченную линию ко второму на верх на верх на третью линию на себя ко второй а третью линию на себя ко второй вот так у нас получилось а здесь складочка здесь складочка теперь берем резинку 17 сантиметров я отрезал резинки смотрите может кому побольше надо может 19 так у меня 17 так резинку вот здесь нужно зафиксировать с краешку булавочкой чтобы удобно было потом сшивать маску просто вот так вот булавочкой закрепим с одного края на самый край а здесь у серединки где серединку нас намечено так серединке и тоже булавочкой закрепляем таким образом видите из этого края тоже так сделаем так резинки зафиксировали теперь складываем маску пополам вот так и чтобы было еще удобнее сшивать маску просто берем еще булавочкой закрепляем с одного края вот здесь вот так булавочкой так и с этого края тоже все поправляем чтобы все ровненько так теперь надо просто сшить с этого с этой сторонке и с этой сторонке так начинаем прошивать примерно пол сантиметра шок примерно пол сантиметра шок от края смотрите чтобы плотненький был шов стежки чтобы были плотным друг другу вот с краешку самого где резинка побольше закрепить надо так прошиваем до самого конца закрепляем смотрите какой шок получился плотненький такой здесь можно булавочку вынуть с этой сторонке прошиваем так же так все прошито теперь выворачиваем такая масочка уголочки еще поправим видите у меня какая ткань с этой стороны просто беленькая с цветочками а с этой такая бабочка попалась на ткани так давайте еще прогладим с этой стороны вот здесь вот кармашек у нас в этот кармашек можно вставить сменный вкладыш вот такой кусочек марли вставляем в кармашек его потом можно заменить вот и все наша маска готова так еще я вам хочу сказать размеры масок как обещала вот эта маска значит на взрослого человека она шьется из куска ткани размером 20 на 38 вот эта масочка на подростка эта маска на подростка шьется из куска ткани размером 34 на 18 взрослая на подростка еще можно сшить на ребенка маску но я не шила такую маску я вам только скажу размеры на ребенка маска шьется из ткани размером 16 на 30 будет детская масочка а вот эти резиночки смотрите сами вот большая у меня 17 сантиметров большая маска резинка 17 сантиметров от подросткова я делала чуть поменьше 16 а на ребеночка там посмотрите какой размер вот и все чем хотела я с вами сегодня поделиться на самом деле вот в интернете много всяких мастер-классов по пошиву масок ну вот я тоже решила вам показать надеюсь что будет вам полезно это видео на сегодня все всем пока здоровья берегите себя и своих близких и работайте всегда только с хорошим настроением и у вас обязательно все получится и у вас обязательно все получится